дорогие друзья я приветствую вас в этом эфире и сегодня я хочу начать этот эфир с наших очень знаменитых слов даже они не наши нам их оставил апостол последователь иисуса христа который является основанием нашей веры и я хочу прочитать это место писания прямо взять этот текст из библии и на нём с него начать мой эфир сегодня хочу говорить с вами дорогие мои о вере надежде и любви эти три составляющие о которых апостол павел упоминал в своем послании и он акцентировал внимание на этих как бы трех так скажем главных вещах основных вещах нашего пребывания в господи и мы поговорим об этом прочитаем после того как высвободим слова благословения написанные для нас апостолом петром итак он начинает свое послание апостол петр начинает свое послание прямо с первой главе с первого стиха и дальше он говорит такие слова я думаю эти слова как раз актуальны для нас потому что мы с вами находимся вот похожем состоянии сейчас прочтем от петра апостола иисуса христа скитальцам рассеянным в понте галате и каппадокии аси весенние избранным по предведению бога отца через освещение духом для повиновения иисусу христу и окропление его кровью благодать вам и мир до умножится благословен бог и отец господа нашего иисуса христа по своей великой милости он через воскресенье иисуса христа из мертвых дал нам новую жизнь в живой надежде он дал нам нетленное не оскверненное и не увядаемое наследие оно хранится в небесах для нас защищенных через веру божьей силой для спасения которая готова явиться в последнее время поэтому радуйтесь даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры что ценнее золото которое хоть и испытывается огнем но все равно не вечно это про золото говорится но в ум и вечны чтобы она принесла вам похвалу славу и честь когда явится иисус христос вы не видели его но уже любить его и сейчас не видя его вы верите в него и радуетесь неописуемой и славной радостью достигая цели вашей веры спасение душ ваших и так апостол павел говорит нам об умножении мира и благодати через познание этих откровений от отца небесного и мы с вами прочитали потрясающие слова знаете это этот текст можно его открывать и над этим текстом размышлять и размышлять и это будет укреплять в нашу веру ведь сегодня наша вера испытывается как мы с вами прочитали что вера наша подвержена испытанию и вера ведь через такое такие страдания доказывается подлинность вашей веры что ценнее золото чтобы она принесла вам похвалу славу и честь итак мы говорим с вами о вере вера верою мы привиты на лозе верою мы привились когда апостол павел говорил про про еврейский народ что они отпали не верим и он сказал так вы язычники мы все все остальные нации народы колена племена поселения все люди на планете земля не назывались язычниками за исключением еврейского народа от этого никуда не денешься и спасение пришло для всех народов для любой нации для любого общества для любого сословия для любого пола ведь во христе иисусе на небесах нету никакой отдельной нации нету какой-то превознесенной особенной нации белой черной желтой коричневой нации которые носят то или иное имя название это все здесь на земле но бог создал себе новый народ народ который рожден от его духа народ который избран богом как мы сами прочитали избранные богом вот это для нас большая радость и большое счастье осознавать что мы избраны им и привиты мы верою вера пусть вера в сердцах наших остается в такой сильной чтобы мы держались на этой лозе корень держит глаза держит нас не мы держим себя но лоза держит нас и поэтому наша с вами для нас большая важная важность в том чтобы мы идешь оставали звери чтобы мы оставались в деле на этой лозе на иисусе христе соединяясь с им соединяясь его словом соединяясь с его истиной соединяясь с его добротой с его жизнью потому что он есть сама жизнь и держать за него всем своим сердцем всем своим разумом всеми своими пониманиями всеми своими чувствами, не позволяя плоти взять вверх над верою, над нашим упованием на Господа, над Его добротой, над пониманием доброты, над теми словами, которые Он оставил для нас. И мы сегодня держимся за эти слова. Знаете, я вспоминаю, недавно размышляла, просто легла спать, и перед тем, как уснуть, я размышляла о наследии. Думаю, Господь, Ты же приготовил для нас наследие, наследие, которое во Христе Иисусе да и аминь, Господи. И вдруг у меня пошло размышление, понимание, сравнение такое между периодом, когда народ Божий ходил по пустыне, и периодом, когда уже вошли в землю обитованную. И вот, рассматривая эти две картины, как бы это всё внутри так интересно, Господь мне показал, что мы все знаем эти места Писания, мы неоднократно их слышали, неоднократно их читали, где Господь говорил своему народу, «Я введу вас в землю обитованную». Землю, то есть обитованная земля, это земля, которую Он обещал, ещё с древности. И эта земля обитованная для нас, это был прообраз небес. Он говорил, «Я вас введу в эту землю». Это не конкретное географическое место в нашем случае. Для израильского народа это было конкретное место, это был период Старого Завета. Но для нас, людей Нового Завета, наше обитование, наше наследство хранится, мы с вами прочитали, на небесах. Это небесное состояние, это небесная составляющая. Давайте посмотрим сравнение. Когда они находились в пустыне, вообще, как они попали, как они там застряли в этой пустыне, можно так сказать. Точно так же сегодня мы с вами, верующие люди, застреваем часто в этой пустыне. Почему? Потому что, смотрите, для народа Божьего было высвобождено время, им нужно было только пройти эту пустыню, и она должна была быть всего 40 дней. Когда они пришли в землю обитованную, и когда послали туда разведчиков, соглядатаев, мы их знаем так, нам Библия переводит, 12 человек пошли в эту землю. И только двое вернулись с надеждой, только двое вернулись с посланием, что все будет хорошо. Остальные 10 впали в страх, в панику, в неверие, в сомнения, и заразили этим весь народ, что весь народ взбудоражился, весь народ взбунтовался. Видите, 10 новостей пришло с разных сторон, и эти новости стали основой для этих людей, для этого общества. Они сфокусировались на этих новостях, двое кричали и говорили, нет, ребята, нет, ребята, Господь с нами, эти обетования, молоко и мед, это для нас. Но те, которые послушали остальные 10 новостей, не слушали этих. Они развернули все общество и загнали все общество опять в пустыню, и когда они ходили по пустыне, они кружились, кружились, кружились. Мы видим, апостол Павел нам объясняет это, он говорит, что это состояние было, был ропот, было недовольство, было проклятие, было непослушание, и эти составляющие человеческой плоти, они возымели господство над человеком, и поэтому они не могли войти в землю обетованную. Давайте посмотрим на нас. Мы с вами люди обетования. Иисус открыл нам сокровища неба, он открыл нам эти обетования. И если кто-то путает и говорит, что обетования Божьи – это только земные блага, то это не совсем так, потому что неземные блага являются в первую очередь обетованием Бога, обетованием Бога является состояние неба, наследие Царства Божьего. Это состояние, это мир, радость, праведность, это доброта, это плоды духа, которые хорошо описаны в послании Галатам. Это воздержание, это кротость, это радость, это любовь, это терпение и так далее. Но это и есть наше наследие, потому что когда присутствует это наследие, вспомним слова Иисуса, он говорит, что если вы прежде всего ищете Царства Божьего, то есть ищите вот этого состояния Царства, чтобы воля была как на небе, изучая вот это состояние неба, наполняясь состоянием неба, то тогда, он говорит, когда вы ищете и прежде всего Царства, остальное вам приложится. То есть неизменно начнут прилагаться материальные блага. Но когда мы ставим во главу угла материальные блага, комфорт, благополучие в этой земной реальности, то тогда эта земная реальность, мы знаем, она подвержена, потому что весь мир лежит возле, она подвержена давлением, нападком, она подвержена потрясениям, она подвержена насилию, злобе. Если один успокоился человек, вот помните, был конфликт в Сирии, много сирийских беженцев было, одни успокоились, пришли другие. И мы видим, что на протяжении всего времени на земле вспыхивают конфликты, вспыхивают войны, вспыхивает насилие, подавление одного народа другим народом, и господство каких-то правителей над другими людьми. И все это есть на планете Земля. Но Господь говорит, ваше наследие – небеса. Не небеса, как географическое место положения, жди, когда ты умрешь и попадешь на небо. Нет, нет, мы знаем, что Царство Божие внутри нас. То есть ваше наследие – это небеса внутри вас. То, что уже Иисус открыл, мы уже находимся в этих небесах. Это отдельная тема, о которой тоже нужно говорить, что мы уже посажены на небесах. Но давайте поговорим сегодня о состоянии. Так вот, говоря о вере, народ израильский потерял, потерял вот из-за своего ропота, недовольства, проклятий, возмущений, претензий, ненависти. Они потеряли, они отвалились, они не смогли войти в землю обитованную. Но в землю обитованную входят, когда держатся за лозу, верою, когда человек уповает, продолжает уповать на Господа и принимать его слова. «Прибудьте во мне, – сказал Иисус, – и слова мои пусть в вас прибудут». То есть оставаться на этой виноградной лозе. И дальше, когда я размышляла, вот именно вот эта грань, интересно, так открылась Духом Святым. Господь меня направил, мои мысли направил в сторону земля обитованная, где течет молоко и мед. То есть Царство Божье, оно наполнено этой субстанцией, оно наполнено молоком, это то, что питает. Мед – это то, что услаждает. То есть состояние Царства Божьего, там, где господствует Иисус, там, где господствует мир, праведность, радость в Духе Святом, это состояние молока и меда. И он говорит, это течет в моем царстве. Это никогда, вот этот образ нам показывает, что течет оно, оно никогда не заканчивается. Эти потоки, потоки его благодати, потоки его любви, его присутствия, его обеспечения, его помощи, они никогда не заканчиваются. Единственное, как человек отсекает себя от этих потоков, это неверием, сомнением, страхом. Но что происходит с нами, когда мы в это попадаем? Господь продолжает нас звать. И мы всегда, с любой точки нашего отпадения, сомнения, страха, мы можем вернуться в это сразу же. Потому что Иисус Христос омыл на своей крови, мы с вами прочитали. Для повиновения Иисусу Христу и окропления его кровью. Вот этот принцип, всегда вернуться, он у нас очень легкий, простой, доступный. Не нужно 40 лет ходить по пустыне. Мы уже и так много находились. Особенно верующие люди, верующие люди в церквях, верующие люди в разных странах, люди давно, которые читают Библию, все знают. И вдруг они начинают воспроизводить какие-то странные слова, какие-то сомнения, какие-то претензии, упреки, недовольства, страх. А Господь возвращает нас в эту землю обитованную. Говорит, ты уже здесь, в этой земле. Войди в нее, живи в ней, не уходи из нее. Это состояние, которое я тебе даю Духом Святым. И Дух Святой всегда с нами. Вот когда вера, она включает нас и держит нас на этой ладе. Надежда. Что делает надежда? Надежда – это состояние, которое нам нужно для... Потому что мы находимся с вами во временном... К нам, над нашей жизнью имеет влияние временное пространство, время. Мы помещены во время. И вот здесь ты веришь, ты принимаешь, а надежда, она продолжает тебя сохранять в этой вере. Ты надеешься. Да, сегодня не пришел ответ, завтра придет. Послезавтра придет. Обязательно. И вот эта надежда, она тебя держит в том, что вера приведет тебя к исполнению надежды. И во всем... То есть надежда тебя ведет к тому, чтобы вера стала осуществлением ожидаемого и уверенностью в невидимом. Ты уверен в невидимом, но надежда тебе поможет, чтобы ты это увидел. То есть она берет из невидимого и помещает в видимый мир. И для этого иногда нужен процесс. Иногда это связано с твоим личным созреванием, с твоей личной духовностью, потому что ты в это время продолжаешь возрастать в Господе и надеяться на Него. Апостол Павел в своем послании... Давайте прочитаем 2 Коринфянам, 1 глава. Апостол Павел делится своим переживанием, когда он находился в стесненных обстоятельствах. Да, пришли стесненные обстоятельства. Да, они давят. Да, приходят новости. Но вспомните, мы не слушаем этих десяти соглядатых, в которых толдонят и твердят, что ты ничтожество, ты кузнечик, ты вообще никто, вообще там такие великаны, такие гиганты. Но мы слушаем то, что говорит Дух Святой. И вот посмотрите, апостол Павел, он тоже проходил через эти процессы. И он делится с нами с 8 стиха. Мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в оси, потому что мы оттепчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Такое было сильное давление, такое было преследование, притеснение. Он сказал, мы не надеемся оставаться в живых. Но сами в себе мы имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Вот апостол, посвященный человек, но находится в сложнейших обстоятельствах. Мы знаем, Павла очень много били, избивали плетками, три раза по 39 ударов, бросали его в море. Он пишет об этих гонениях в другом месте. Он говорит, я, знаете, когда он об этом пишет, он не пишет, что при этом всем я обвинял всех моих притеснителей, я высвободил над ними такие слова, над этими притеснителями, я их проклял, я их там готов был уничтожить. Нет! Вы скажете, ну это Павел. Так это Павел для нас-то и служит, чтобы нам, последователям, оставаться в этом же. Он говорит, но это все было с нами не из-за того, чтобы кого-то проклясть или чтобы что-то сделать кому-то плохое или сказать что-то о ком-то. Это было для того, чтобы мы надеялись не на себя, а надеялись на Бога. Во всех наших обстоятельствах жизни мы, эти обстоятельства приходят в нашей жизни, чтобы мы продолжали надеяться на Бога. Да, дьяволу не нравится наша надежда, дьяволу не нравится наша вера, дьяволу не нравится то, что в этом процессе в нас внутри формируется любовь, что Бог открывает нам себя, что Он нас избрал, Он ведет нас к славе, и слава Его откроется в это последнее время. И мы в преддверии этой славы, и Он разъярен, Он хочет уничтожать. Знаете, я думаю, что не зря вот эта вот стратегия врага, силы тьмы поднебесной, обрушились на славянский народ с целью остановить то пробуждение, которое готовит Господь. А Господь желает излить огромное пробуждение на эту территорию, на территорию Украины, на территорию России, на территорию стран постсоветского пространства. Я верю, что сильное пробуждение придет в эти регионы. И дьяволу это не нравится, он хочет уничтожить, он хочет испепелить, он хочет зажать в такие тиски. А с одной стороны он бомбит, уничтожает, с другой стороны он просто задавливает, как в советское время, во времена чекистов, задавливает людей. это события неприятные, это события страшные. Но Господь говорит, это только для того, чтобы ваша надежда была на Бога такой сильной, чтобы Бог мог прославить вас, и он прославит вас. И в этом процессе третья субстанция, она вырабатывается, третья, ну так скажем, субстанция или состояние, о которых мы говорим сегодня, вера, надежда, любовь. И Павел заявляет, любовь из них больше. Не надо будет верить, не надо будет надеяться, но любовь, она останется навсегда. Почему сегодня такая битва идет за любовь? Потому что любовь – это составляющая, это характер Бога, это его сущность. А мы дети, рожденные от этой любви, мы дети, рожденные от Бога, мы рождены в классе божественном, мы боги, мы божественны, мы возрождены духом истины, мы возведены в эту позицию, мы в Боге, мы его подобие. И, конечно же, дьявол хочет, чтобы люди исторгали, испражняли эту ненависть, злобу, потому что это его субстанция, а субстанция Бога, его сущность, его характер – это любовь. И именно в этих процессах любовь, она взращивается. Да, есть предупреждение в Писании сказано, что по мере увеличения беззакония во многих охладеет любовь. Но во многих ты-то не относишься к этим многим. Мы с вами прочитали, к кому ты относишься. Ты относишься к избранным, к Божьим избранным. Поэтому перестаем надеяться на свою плоть, перестаем слушать этих десять саглядатаев, новостные агентства, эти инстаграмы, эти послания, которые извергают зло, извергают ненависть, извергают страх. Но перефокусируемся на послании любви, на послании надежды, послании веры, то, что говорит Господь. И пусть в наших сердцах возрастает любовь в это время. Это время для того, чтобы эти плоды духа были выращены в нас. И вообще, это, конечно, этот процесс, процесс возрастания в любви, он всегда важен в нашей жизни. Бывают периоды, скажем так, затишья, когда все как бы стабилизировалось, кажется, все нормально, все сложилось, все идет своим чередом. и вдруг появляется какая-нибудь стрела, вдруг появляется какой-нибудь меч, вдруг появляется какое-нибудь зло, или кто-то нападает, или что-то происходит в наших жизнях. И тогда это время испытания, как мы прошли этот сезон, спокойный сезон, чем мы питались в этот спокойный сезон, запаслись ли мы этим маслом. Помните эти девы, которые находились в состоянии сна, и оказалось потом, что у половины дев нет масла. Они не могут войти в это состояние радости, они не могут войти в это состояние любви. Ведь как мы уже с вами сказали, что он уже вел нас в дом брачного пира, он уже вел нас в землю обетованную, он уже вел там, где течет молоко и мед, но я не вижу молока и меда, я не вижу, потому что смотрим не туда, потому что смотрим на обстоятельства, смотрим то сюда, на землю, смотрим на этих змей, которые кусают, а он говорит, твое искупление на кресте, смотри на крест, подними свои глаза, на то, что сделал Иисус, что он стал этой разорванной завесой, он стал этой дверью в небо, что теперь ты уже вошел в небо, небо вошло в тебя, ты вошел в небо, и вот это произошло уже, это наследие уже ты получил его, не фокусироваться на материальном, на земном, на том, что чувствует, трогает плоть, а то, что есть в твоем духе, богатство неба в твоем духе, и вот это нужно раскрывать и взращивать в себе, драгоценные, давайте, у нас осталось несколько минуточек до конца эфира, давайте помолимся, о том, чтобы эти три составляющие пребывали в нас, чтобы наше упование было на Господа, и чтобы в этом процессе каждый мог пересмотреть свою позицию и вернуться в любовь. Дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твое живое слово, я благодарю Тебя, что Ты отдал Сыну Своего, и что Иисус на кресте все совершил, я благодарю Тебя, Господь, что Ты открыл небеса и Ты перевел нас в Царство возлюбленного Сына Своего, мы уже переведены в Твое Царство, мы уже посажены на небесах, мы уже питаемся молоком и медом, мы уже, Господь, питаемся Твоей славой, мы питаемся Твоей любовью, Твоей благостью, Твоей милостью, чтобы не тряслось здесь на земле все будет поколеблено, Господь, но Твое Царство стоит вечно и Твое Царство будет расширяться, Твое Царство расширяется, распространяется и заполнит, заполняет собой всю землю, Господь, мы благодарим Тебя, что Твои обетования исполняются, мы благодарим Тебя, что Ты ввел нас в дом пира, что знамя над нами Твое это любовь, Твоя любовь, и только в Твоей любви мы питаемся ею, и мы способны любить других, только от избытка Твоей любви внутри нас мы способны источать эту любовь, наполняя нас верой, надеждой, любовью, наполняя нас Твоей благодатью, наполняя нас, Господь, своей истиной, мы слушаем Твои слова, мы слушаем то, что Ты говоришь, Господь, то, что Ты говоришь в Своем слове, Твои обетования, да и аминь, Ты сказал, не оставлю, не покину Тебя, Ты сказал, я Твой щит, я Твоя награда, я Твоя защита, я Твое упование, твоя жизнь, Иисус, и мы стоим в этом, и мы благословляем имя Твое, и я благословляю вас, дорогие, во имя Иисуса Христа, до свидания. Редактор субтитров Редактор субтитров